Племя индейцев Пираха уже не раз ставило ученых в тупик. Язык этого племени, единственный живой из семьи муранских языков, опровергает многие теории современной лингвистики, не имея понятия родства, представления о вчера и завтра, не пользуясь счетом и каждые 10 лет меняя имена, Пираха живут и чувствуют себя совершенно счастливым народом. Многим искренне кажется, что это самые счастливые люди на Земле. Племя Пираха, живущее в амазонских джунглях, не понимает времени и не знает прочно связанного с ним понятия стресс. Да и вообще, когда вы узнаете эти факты, вы поймете, как много понятий развитого общества на самом деле могут быть не нужны человеку вообще. Смотри видео до конца и ты узнаешь больше о самых счастливых людях на планете. Пираха не умеют считать, даже до одного. Они живут здесь и сейчас и не строят планов на будущее. Прошлое для них не имеет никакого значения. Они не знают ни часов, ни дней, ни утра, ни ночи и уж тем более распорядка дня. Пираха считает, что спать вредно. Во-первых, сон делает тебя слабым. Во-вторых, во сне ты как бы умираешь и просыпаешься немножко другим человеком. На самом деле, речь идет об изменении человека с возрастом, но Пираха не знают понятия возраст. В-третьих, вокруг полно змей. Так что Пираха не спят по ночам. Дремлют урывками по 20-30 минут, прислоняясь к стене пальмовой хижины или прикорнув под деревом. А остальное время болтают, смеются, мастерят что-нибудь, танцуют у костров и играют с детьми и собаками. Пираха меняют имя раз в 6-7 лет. Причем для каждого возраста у них есть свои подходящие имена. Так что по имени всегда можно сказать. Идет речь о ребенке, подростке, юноше, мужчине или старике. Никаких календарей, счета времени и прочих условностей Пираха не знают. А потому они никогда не задумываются о будущем, так как просто не умеют этого делать. Пираха не запасают пищу, они просто ловят ее и едят. Или не ловят и не едят, если охотничье рыбацкое счастье им изменяет. Пираха непонятно зачем есть каждый день, да еще и по нескольку раз. Они нередко устраивают себе разгрузочные дни, даже тогда, когда пищи в деревне много. Язык Пираха уникален. В нем всего 7 согласных и 3 гласных. Местоимений Пираха не знают. И если им нужно показать в речи разницу между «я», «ты» и «они», Пираха не умело пользуется местоимениями, которые употребляют их соседи и индейцы Тупи. Пираха не понимают смысла понятия «один». Для них это сложная философская категория. Пираха не знают, что это вообще. Обходясь всего двумя понятиями, несколько и много, Пираха не понимают, что такое стыд, вина или обида. Если Хау Хиа уронил рыбу в воду, это плохо. Рыбы нет, обеда нет. Но при чем тут Хау Хиа? Он ведь просто уронил рыбу в воду. Если маленький Кио Хиа толкнул Охио Хиа, то это плохо, потому что Охио Хуа сломал ногу и ее нужно лечить. Но это случилось, потому что это случилось. Вот и все. Пираха знают, что они, как и все живое, дети леса. В лесу обитает множество духов, туда уходят все мертвые. Поэтому лес это страшно. Но страх Пираха это не страх европейца. Когда мы боимся, нам плохо. Пираха же считают страх просто очень сильным чувством, не лишенным определенного очарования. Можно сказать, что они любят бояться. Все вышеперечисленное делало Пираха невозможным объектом для миссионерской работы. Идея единого бога, например, буксовала среди них по той причине, что понятие один, Пираха, как уже говорилось, не дружат. Сообщения о том, что их кто-то создал, тоже воспринимались Пираха недоуменно. Надо же, какой-то большой и неглупый вроде мужчины, а не знает, как делаются люди. История Иисуса Христа в переводе на пирахский тоже выглядела не слишком убедительно. Понятие век, время и история для Пираха пустой звук. Слушая про очень доброго человека, которого злые люди прибили к дереву гвоздями, Пираха спрашивали миссионера. Видел ли он сам это? Нет. Видел ли миссионер человека, который видел этого Христа? Тоже нет. Тогда как он может знать, что там было? У пираха мало понятий родства. Таковых всего три. Родитель, ребенок и брат-сестра. Без каких-либо различия пола. К тому же родитель означает и деда с бабкой, и мамку с папкой. Ребенок – это и ребенок, и внук, и правнук. Слово «дядя», «двоюродный брат» и тому подобное нет. А так как нет слов, нет и понятий. Например, половая жизнь тетки с племянником не считается инцестом, так как нет понятия «тетка» и «племянник». У пираха нет какой-либо коллективной памяти более давней, чем личный опыт самого старого из ныне живущих членов племени. Например, современные пираха не осознают, что было когда-то то время, когда белых людей в округе вообще не было, что они пришли когда-то. У пираха нет искусства, узоров нет, тела не раскрашивают, никаких серег или колец в носу не носят. Следует заметить, что дети пираха не имеют игрушек. При всем при этом пираха своей жизнью очень довольны. Они считают себя самыми обаятельными и привлекательными, а остальных какими-то странными недочеловеками. Себя они называют словом, буквально переводимым, как «нормальные люди». А всех не пираха и белых и других индейцев мозги на бекрень. Первый белый миссионер, которого отправили к пираха Даниэл Эверетт в 1977 году, так и не смог донести до индейцев смысл своей веры и сам со временем разочаровался в христианстве, став атеистом. Нет у пираха и чувство пропорции соразмерности. Белые торговцы, ведущие с ними миновую торговлю, с конца 18 века изумлялись. Пираха мог принести пару перьев попугая и потребовать взамен весь груз парохода, а мог притащить что-то огромное и дорогое и потребовать за это глоток водки. Этот феномен Эверетт объясняет тем, что пираха живут здесь и сейчас. Их мышления и ощущения ориентированы на непосредственное переживание. То, чего они не видят сами или не слышат от очевидцев, для них не существует. Надеюсь вам понравился этот ролик и вам не сложно будет поставить лайк под видео. Всем любви и добра, пока.